Следственный комитет, прокуратура, полиция и МЧС весь сегодняшний день работали в городе Артемовском Свердловской области, где в огне пожара погибли четверо молодых людей, два парня и две девушки. Следователи пытаются установить причину столь гибельного пожара. Сообщение о возгорании двух жилых домов в городе Артемовском поступило в ночь на 7 октября. В результате пожара погибли четыре человека, мужчина, две женщины и подросток. По предварительным данным, возгорание началось с одной из надворных построек, после чего огонь перекинулся на жилые дома. Оба сгоревших дома имели один адрес – улица Шмидта 5 и принадлежали пожилой горожанке. Но фактически хозяйничал в этих домах ее 22-летний внук Данил Иванов. Молодой человек официально не был предоустроен, но отличался умелыми руками, подрабатывал на собственной газели. Накануне вечером в доме топили баню. Вот что рассказал городскому порталу Е1, мать Данилы и его 16-летнего брата Тимофея. Мы были там около пяти часов вечера, мылись в бане, все было хорошо, а утром Даня сгорел прямо в бане. Он мылся в это время, он всегда ходил по несколько раз, а Тимофея нашли в доме на диване. Вместе с Данилом в бабушкином доме жила его 18-летняя подруга Анна Запрудина. Учащаяся филиала Демидовского профессионального колледжа Анна мечтала стать учителем начальных классов, а пока параллельно с учебой подрабатывала продавцом в магазине. 16-летний Тимофей, брат Дани, жил с родителями, но накануне, когда родители уходили домой, отпросился у них остаться у брата. К тому же к Дане и Ане в гости с ночевой пришла 20-летняя Анина подруга Люба. Сообщение о пожаре на улице Шмидта поступило в МЧС около трех часов ночи. К этому времени все постройки на участке уже пылали ярким пламенем, поэтому точно сказать, когда именно начался пожар, пока не представляется возможным. А вот эпицентр возгорания экспертами, похоже, уже определен. Это та самая баня, в которой любил попариться хозяин дома. Основной версией возникновения пожара пока называется неисправность дымохода. Но мать погибших братьев утверждает, что ее старший сын совсем недавно ремонтировал и саму баню, и печь. А вот что он не трогал, так это электропроводку в бане. Вообще, несмотря на довольно скромный вид, сгоревшие дома были хорошо приспособлены для жизни. Водопровод, канализация, даже отопление. В самих домиках, чтобы согреться, печь не нужно было отопить. Минус в том, что все постройки находились максимально близко друг к другу и связывались одним крытым двором. При возгорании пламя ничего не мешало перекинуться с бани на дом, с него на другой дом. К тому же, как отмечают в прокуратуре Свердловской области, сгоревшие дома не были оборудованы пожарными извещателями. Хотя, повторимся, банная версия на сегодня только одна из нескольких рассматриваемых следствием. Рядом с домом были найдены сгоревшие емкости, так называемые еврокубы, в которых обычно перевозят и хранят горючее. Судя по тому, что люди погибли в разных местах, не исключено, что пламя распространялось моментально, не дав потерпевшим времени на эвакуацию. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по этому факту Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На место происшествия выезжали следители и криминалисты регионального СКР. Продолжение следует... Продолжение следует...